28 обстрелов за сутки. Боевики на Донбассе не прекращают огонь по украинским позициям и по-прежнему используют запрещенные в Минском тяжелые орудия. Трое наших военных ранены. Горячие точки Крымска, Авдеевка, Марьенко и Пивденная. На Приморском направлении украинские морские пограничники Мариупольского отряда тренировались отражать атаки противника на воде. В Азовском море прошли масштабные учения береговой охраны. Все подробности в материале нашего военкора Игоря Левенка. Учения пограничников начинаются на рассвете. Катера береговой охраны выходят в море. Недалеко от Мариуполя ребята сразу же наткнулись на очередных браконьеров. Те на маломерном судне ловят бычков запрещенными тралами. Прикордонниками загону морской охраны затримано судно браконьер, яке с обороненными снарядами вылову здействовало вылов бычка. Загальная сумма сбытков складает близко 1 миллиона гривен. Браконьеров передают сотрудникам рыболовецкой охраны. Корабли пограничников отправляются в акваторию Азовского моря. По легенде учений, морские пограничники должны отработать действия по сопровождению и защите гражданских судов в случае атаки диверсионно-разведывательных групп противника. Черный, желтый флаг, это означает приказу остановиться. Любое судно должно остановиться на этот сигнал. Если судно не останавливается, первым идет предупредительная сигнальная ракета красного цвета. Если на этот сигнал судно не отрабатывает, не отвечает, тогда производится предупредительный выстрел в воздух. Но на действия пограничников судно нарушителей не отвечает. Начинается второй этап учений – ведение боя с условным противником. Пограничники устанавливают дымовую завесу и открывают огонь. Цели поражены. Поставленные задачи пограничники выполнили. Командующий учениями дает оценку хорошо. На операции объединенных сил перед отрядами береговой охраны ставит дополнительные задачи. В Азовском море подобные учения недавно провели катера страны-агрессора. Перекрыли более 2000 километров акватории. Движение торговых судов было перекрыто в нарушение всех морских законов. Зупинка россиянами суден в море, повторное проведение огляду, отбирание пояснений – это все час, который не играет на руку как судновластнику, так и команде, так и международной торговли в целом. Большинство же защитников морских рубежей Мариуполя – выходцы из Крыма, которые остались верными украинской присяге. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности – телеканал «Интер».